Вот есть по отдельности богатство и духовность. А вы утверждаете, что они должны быть вместе. Очевидно, это и есть идеал. Так выполняют духовность и богатство своем назначения или нет? Я бы сказал, что нет. И тому, и другому нужны больший охват, больший рост, согласованный рост. Есть места, где люди богаты чувствами и сочувствием. И есть очень богатые люди в других местах, куда корпоративная ответственность только начинает доходить. Сегодня мы тратим 16 миллиардов долларов только в Европе на лечение депрессии. Да. Почти треть населения находится в депрессии. Да. И дело идет к тому, что всем этим богатством наслаждаться будет просто некому. Да, действительно. Так что мы должны позаботиться о присутствии в людях духочеловечности, как правильно сказал мистер Редди. Нельзя быть счастливым, пока люди вокруг несчастны. Недавнее исследование в Америке и России показало, что если все ваши друзья и друзья-друзей счастливы, то вы ощущаете себя богаче на 5 тысяч долларов. Потрясающе. Так что необходимо привить чувство сопричастности людям, корпорациям, разным формам бизнеса. Это не просто возможность использовать друг друга, но также и поддерживать друг друга. Вы можете быть борцом за счастье и радость. Нет ли у вас ощущения, что имущие глубоко внутри более несчастливы, чем неимущие? Или это просто романтическая идея? Сложно сказать. Знаете, есть люди, которые тратят половину здоровья, создавая богатство, а потом пытаются вернуть здоровье, тратя половину богатства. Это не значит, что они неуспешны. Есть люди в трущобах, у которых отменное здоровье. Они счастливы, крепко спят по ночам и не слишком беспокоятся о завтрашнем дне. Я бы не сказал, что те и другие живут полной жизнью. Нам необходимо найти нечто среднее, гармонию между духовным богатством и материальным богатством. Я собираюсь задать вам последний вопрос. Да, сэр. От имени читателей журнала Forbes каждому из вас. Он будет немного спорным. А может быть и нет, ведь вы же такие просветленные люди. Мне пришло на ум, пока я вникал в вашу мудрость сегодня. Почему в естественных условиях нет нужды ни в духовности и религии, ни в бизнесе. Океан не требует денег за рыбу, которую он нам дает. И земля не берет денег, не торгуется из-за зелени, которой нас обеспечивают. При этом ни дерево не идет к мудрецу за знанием, ни облако никак не заявляет о своей религии или духовности. Так что мой вопрос к вам обоим. И духовность, и бизнес — это все искусственные человеческие понятия. И любви в природе тоже нет никакой. Гуруджи, начнем с вас. Да, если посмотреть на человеческую жизнь, то все искусственное. Одежда, которую мы носим, искусственная. Да, это так. Еда, которую мы готовим, искусственная. Мы же не дикари, чтобы просто срывать с дерева то, что выросло. Все искусственное, автомобили, вокруг нас все искусственное. С тех пор, как все это у нас есть, мы забыли, кто мы такие на самом деле. Так что необходим кто-нибудь, чтобы напомнить. Эй, ребята, перерыв, пошалите немного. Знаете, я настаиваю, побудьте озорными. Посмотрите на ребенка, как на свою природу. Духовность — это не какие-то там техники. Духовность — это возвращение к своей невинной природе. То есть к любви, состраданию, воодушевлению, уважению к жизни, к самой жизни, а не к ее атрибутам. Хорошо. Так что возвращайтесь к своей природе. Вот к чему я всех призываю. А что вы думаете насчет пути развития? Вдруг однажды вы осознаете, что богатство на самом деле бессмысленно, все это имеет отношение к поиску себя и возвращению к природе. Да или нет? Согласны ли вы с Гуруджи? Гуруджи хочет, чтобы вы сыграли с ним. Нет. Богатство, оно необходимо. Потому что бог всем, кого он создал, дал кислород. Бесплатно. Иначе мы бы не выжили. Всем тем, что он дал бесплатно, мы можем наслаждаться. Но остальное нам приходится покупать. Если я хочу колы, я должен заплатить. Хочу пойти в кино, должен заплатить. Хочу проехать на автобусе, должен заплатить. Вот почему необходимо богатство. Не только мне. Всей стране богатство необходимо, пока мы работаем и создаем его. Круг замыкается. Я плачу заработанные суммы налоги, которые идут на развитие страны. Знаете, вот почему бог хотел поиграть, создав из серебра Лакшми и Нараяну. Я думаю, ваш важнейший вклад был сделан в подъем инфраструктуры. Это действительно важно. Это вопрос улучшения жизни, вопрос комфорта. Иногда, знаете, это вопрос национальной гордости. Так что мы благодарим вас каждый раз, когда садимся или взлетаем в аэропорту Мумбаи. Спасибо большое. И вам, Гуруджи, спасибо еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok